В начальном периоде у меня еще не было в группе, но я могу сказать, что в группе песни сочинял Алишер на таджицком языке, а Алим на русском языке. Тогда он пел очень часто. К сожалению, сейчас он поет. Сейчас мы просят. Ребята пользуются тем, что я сейчас еще дышу очень плохо. Они говорят много интересных вещей. Очень даже. А какие-то есть композиции, которые у вас наиболее любимые, популярные? Ну, как Негора, например, песня Негора. Она вообще со всех окон. Еще подошли. Я бы хотел сказать, что я вот две минуты в студии, но уже слышу много фраз популярные, известные. Просто у нас есть любимые песни. Песен любимых очень много. И так получилось, что песни, которые любим мы, их и любят слушатели. И это не только песня Негора. Негора эта песня прекрасная, красивая, конечно. Но началось все с песни Айчаруиш, которая является действительно флагом. Вот. А дальше было много песен. Из последних, скажем, из крайних песен, новинок таких очень интересных. Это же реинкарнация песни Негора. То есть она уже Негором называется. Второй вариант. Это Бе-Бе-Джу-Ну-На. Вот. Это очень много песен, которые как бы они вот заводят. Но самое важное не это. Самой важной энергетикой нашей всегда являлись концерты, которых сначала было очень много. Ребята правильно сказали. Я поэтому и пел много, потому что было много концертов. Алишер много пел, писал много песен в определенный период. Потом нам даже с Алишером не хватало того, что мы пишем и того, что мы поем. Пришлось взять вот этого мальчика в группу, Собир зовут. Вот. Он стал писать песни, еще багаж целый. Очень непоправно. А потом, да. А потом как бы концертов стало чуть меньше. Потому что все занялись бизнесом, все занялись тем, что помимо того, что надо что-то создать в песне, в жизни, надо еще и дерево посадить, и дом построить. Жизнь была как песня. Вот. Поэтому этот период как пошел на этот момент, концертов стало меньше, песен стало, соответственно, меньше. Но в последнее время у нас все возрождается, поднимается. В прошлом году мы прекрасно съездили в Москву, об этом еще поговорим. И в этом году мы тоже намечаем сделать ряд концертов, о которых мы тоже чуть позже, я думаю, скажем. Ну давайте тогда одну из песен послушаем группы Парэм, просто чтобы радиослушатели так переключились. Поля, что это за группа? Как вы добрались, хоть нормально? А у меня электроника, вот он вчера видел, машина выключается и все. А у вас новых песен нет? Вот здесь новые песни. Нет, вот поэтому я проходила песню. Вы поставьте, потому что... А что это сейчас? Гульберухьер, вот здесь все новые песни. Хорошо, сейчас я не знаю. А сколько песен будет? Гульберухьер, где выключать? Не надо выключать, снимай. Жарко здесь, хорошо. У меня, я тебе тоже. Нет, ближе, ближе, станьте сюда, ближе, ближе, ближе. Нет, ну мне за пультом надо. Свет на себя сразу направьте, вот этот вот. Проректор на себя направляйте. Потому что умные люди вот так направляют. Здесь нету. Нету, хорошо. Алишер, иди к ним сесть. Ты другой позиции, ты не нашел позицию? Я говорю, что еще туда вот взял, я вот так что взял. И что, и что, как сесть? Хорошо, наверное, как надо снимать. Я вот сюда сяду. Да, ты знаешь. Нет, нет. Сейчас, ну. Лучше оттуда с ними. Мне будет. Жарко у нас, да? Очень здесь. Да, очень. Я уже в рубашку хочу снять. Сейчас вы красавцы, и пульт видно. Вот, что вы такие. Хорошо? Все. Так. Федина в свое место. Заренда, если не важно, есть, подождите. Держите. Все, что нужно будет сделать, навести это на мое лицо, тихонечко нажать, и нажать с абсистенцией. Та-а-а. Все. У нас идет. Поехали. Это была группа Пары. И у нас сегодня в гостях Алишер Зариков, Алишер Сайфулоев, Собир Аминов и Олим Ширинов. Ребят, ну, я хотела бы спросить про гастроли. Вы популярны очень в Таджикистане, это понятно, все вас знают, все вас любят. А зарубежные какие-то гастроли, ну, прошлых лет, или вот недавние какие-то, или, может быть, у вас планируется что-то на будущее, об этом немножко хотелось бы узнать. Ну, мы время от времени выезжаем, конечно, на заграничные гастроли. В Тадженко езди. В Тадженко-то не заграничные. Да я в курсе. Да я так шучу. Вот, на самом деле, да, первый раз мы выехали за пределы республики в 2001 году. 11 сентября, в этот печальный день для мира, мы прилетели в аэропорт Мюнхена. Мы прилетели в Мюнхен, была повышенная система security, охрана. Мы как-то подумали, как сам нас, что ли, так встречают, там столько полиции. Обрадовались, да? Да, ладно. Вот, ну, ладно, едем мы на машину, все, приехали, значит, заезжаем, как обычно, куда едет. Идет первым делом человек, приехавший из бывшей Советской Республики. Он идет в супермаркет. Вот, мы пришли в супермаркет какой-то, я помню, что-то ходили, там диски смотрели. А там то, что сейчас много, распространено в России, в Москве, и у нас тоже сейчас есть. Там был магазин, где продавались все, начиная от иголок, заканчивая там, проходя через компьютерную технику, диски, и там и еда была, и все. То есть, мы вот ходим такие, глазеем, все смотрим, и сверху стоят мониторы такие. И мы смотрим, там такие две башни и самолеты. Ну, первый раз посмотрели, подумали, ну, фильм какой-то идет. Ладно, идем дальше, смотрим. Полчаса гуляем по этому магазину, и все время показывают этот сюжет, где как вот бомбят, значит, там, семейный торговый центр. Мы что-то не поняли, может, фильм такой популярный здесь, или что там, что-то как-то вот. Я подумал, вот умеют же снимать. Да, то есть, вот снято, да, хотя понятно, что день трагический, столько людей погибло, там, больше трех тысяч. Но, как бы, мы, для нас это было таким образом. Потом мы узнали, что в этот день, оказывается, был совершен теракт в Нью-Йорке. И именно это стало, как бы, причиной того, что концерт, который должен был состояться у нас в Гиссене, он был под угрозой вообще. Потому что мы думали, приедут ли гости, как все будет. Но, как бы, слава богу, все обошлось. Был большой концерт, на котором собралось порядка десяти тысяч человек. Вместе с нами тогда ездила группа Фарзин, Перус Хакимов и Хабиб Хакимов. Вот, прекрасно выступили. Это был 2000-й, 2001-й год. То есть, это первый выезд нашей группы за пределы республики, когда мы почувствовали, что действительно нашему музыку можно играть не только в душамбе, не только в хадженсе, не только в регари, да. Но и, скажем, в других городах. После этого были выезды в разные города, как России, так и, в принципе, ближнего зарубежного, но далеко не ездили, конечно. В прошлом году был концерт в Москве. Как, кстати, он прошел. Между прочим, много о нем писалось. И что-то, вот, даже какая-то скандальная история была. Что там произошло, ну, коротко. И как прошел, вообще, как встречали? Там прошел прекрасный концерт. Да, Сюбир? Супер концерт. Вот. Супер зал. Концерт был, отличный зал был, хороший. Это один из лучших залов Москвы, находящийся в центре Москвы. Вот. Прекрасно был. Обставлен, то есть, звук хороший, атмосфера на концерте хорошая. Что-то есть там какие были? Танцевали все. То есть, на концерте нас что удивило, там на втором ярусе, как бы многоярусный зал, наверное, на четвертом ярусе находится сам концертная площадка снизу, и на первом ярусе там джаз-кафе, потом есть дискотека, еще что-то. Так вот, люди оттуда потом поднимались, как бы, к нам, чтобы потусить. И там танцевали дагестанцы какие-то там. Мы играем таджикскую музыку, а они, значит, свою лезгинку под нее танцуют. Все на видео, прикольно, у нас в YouTube есть. Это было интересно. Концерт пошел на ура, мы воодушевленные такие, значит, возвращаясь с концерта, довольные, думаем, давай-ка мы сразу обсудим концерт. Где Альшир хотели сделать сразу? Про мы в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге. Да, в Екатеринбурге, в Питере, думаем, ништяк, раз здесь так хорошо пошло и танц делаем. И тут нам звонит друг, говорит, блин, слушай, вы ништяк выступили, про вас на маяке даже говорят. Мы думаем, ва, какие мы крутые! Как мы классно! Меня, значит, дают ссылку, я включаю эту ссылку, интернет-радио смотрю, и что-то там 5 минут буквально было, я прослушал первый раз, и сначала не понял, думал, может, это так пошутили. Совсем обратно. Или они так, так у них принято хорошо говорить, а я просто этого не понимаю, я еще раз послушал, я еще раз послушал, позвал пацанов, им показал, мы, конечно, другим словом это не выразишь, офигели. Значит, и первым желанием было, конечно, найти этих людей, поймать их и выбить. Вот. Ну, это я имею в виду из них правду, что о концерте выбить нормально, чтобы они сказали, все нормально, ребята, вы что, мы просто, оказывается, на другом концерте были и забыли, где находимся. На самом деле, шутка, действительно, настроение было не очень хорошее, потому что, как получилось, получилось, что на наш концерт пришел наш бывший соотечественник Вахидов Рустам Джон, который, почему-то он не Вахидов, а Рустам Иванович стал в Москве, ну, у них, видимо, там это модно, который потом открыто заявил, что он вообще не таджик, оказывается, вот, но дело не в этом. Он пришел на наш концерт, а на концерте нам, как обычно, то есть мы всегда, когда ведем концерт, мы говорим, так, вот мы сейчас будем петь, а если у вас будут какие-то предложения или пожелания, или какие-нибудь, вы нам что-то хотите сказать, просьбы, вы нам на записках пишите, мы их потом почитаем, значит, и исполним. Вот выступаем мы, выступаем первый час, выступаем второй час, собирается количество каких-то записок, мы их читаем, мы их исполняем, ну, понятно же, да, что выполнить все просьбы невозможно, да, то есть, потому что их очень много было. Вот мы первый раз приехали в Москву, как бы, понятно, что у всех ребят было очень много вопросов, тем более, что наша группа всегда выступает исключительно вживую, то есть, такого рода выступления, да, когда на концертной площадке, и вживую, как бы, сыграть все, ну, это тоже невозможно, надо помнить, надо знать, вот. И так получилось, что вот это пожелание вот этого товарища Вахидова мы, видимо, не исполнили. Давайте жить, дружи, на таком времени. А, кстати, вот оно, как-то, все лучше, давайте. Поэтому надо как-то, надо подвести. Что такое? Сейчас мы сделаем. Ты, заволновался, что цензура есть? Да. В какое-то годы тебе первый раз сказали, что говорить, а что не говорить. Ну, не снимай меня. Можешь пристрять его, да? Как? Как? Можешь пристрять его, да. Итак, а, все, все, прекрасно. Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у нас в гостях в прямом эфире радио Возьи Тоджик находится группа Парэм. Это Алишер Зариков, Алишер Сайфулоев, Субир Аминов и Олим Ширинов. Да, да, да. Ну, давайте поговорим о новых концертах, о ваших. Где они намечаются? Нет, вы нам не дали досказать, вот вы как раз подводили под новый концерт. Мне вот сейчас позвонил мой друг, он слушает эфир, он попросил, чтобы я более четче выражался и говорил более понятным ему языком, а то он немножко плохо понимает, оказывается, русский. Вот, концерт, значит, прошел у нас в Москве, как мы сказали, нормально. И именно после него мы решили сделать еще один концерт в столице Российской Федерации, в славном городе Герой Москва. И этот концерт действительно состоится в этом году уже в ближайшее время. Дату мы называть сегодня, конечно же, не будем, а место проведения тоже. И состоится это событие в ближайшие, я так думаю, два-два с половиной месяца, да. То есть это все обязательно состоится. А сразу после него, то есть по приезду, как и в прошлом году, будет концерт и в городе Душамбе обязательно. Потому что мы всегда возвращаемся и делаем резюмирующий концерт. Концерт, постоянно репетируем, готовимся к концерту. В Душамбе, то есть будет тоже концерт. И может быть даже не только в Душамбе, потому что нас еще приглашают в Харок. Да, в Харок. Это совсем свежий. Как туда, да, вот. Пролететь туда очень легко, улететь оттуда. Пролететь не будет. Но там приготовили несколько полозок вот таких вот. С осликами, говорят, если что, доедете до Душамбе таким образом. Ну, я думаю, да, не пропадете. По Памирскому тракту, скажем так, тихо-тихо до Душамбе. Ну что же, давайте у нас немножко времени остается. У нас вот такая фишка на передаче. Вот ваши пожелания в День Единства, в День Национального Единства, в этот светлый праздник. Когда на нашей земле восстановился мир, согласие. Пожелайте нашим радиослушателям от себя что-то хорошее, светлое. Я желаю нашим соотечественникам мирного неба, семейного благополучия, счастья. И чтобы у всех все было хорошо. Спасибо. Я хочу призвать, чтобы все ценили мир, который у нас сейчас есть. И я хочу всех призвать к тому, чтобы те, кто сейчас в ссоре, друг с другом просто помирились. Это была бы причина и празднованием этого дня. Альшер. Я полностью присоединяюсь ко всему сказанному. Вот я очень рад, что у нас состоялся. То есть у нас получился такой День Единения. И дай Бог, чтобы этот день никогда не забывали и всегда помнили, что были и трудные времена. И что мы пережили. Да, что мы это пережили. То есть память об этом всегда будет поддерживать мир. И Олим, как всегда, завершающее такое слово. Ну, я хочу сказать, что так уж получилось, что наша группа, она как бы ровесница независимости нашей страны. Начинали мы как раз таки с становления групп происходило, когда было становление страны. Когда в Гушамбе еще мало кто выступал и мало кто пел. Артистов было совсем мало. Кто-то уехал, кто-то просто прекратил активную музыкальную деятельность. То есть в это время мы как раз пели, ходили, репетировали молодыми парнями с гитарами в чехлах. Нас часто останавливали автоматчики, думали, что у нас там пулемет или что-то еще у нас в этих штуках. Мы все на себе испытали, действительно. То есть мы видели, что было со страной, с чего она поднималась. Период, когда не было еды. Период, когда не было света. Когда не было хлеба. И как мы видим, как она преобразовывается и украшается с каждым годом. Поэтому, когда, например, я лично слышу высказывания о том, что все плохо. О том, что правительство не о том думает. О том, что куда они смотрят. Я всегда говорю, люди, надо быть благодарными и надо помнить то, что было. Они, конечно, начинают говорить, что нет, но вот зато в России. Ну зачем мы сравниваем с тем, что там? А Россия себя сравнивает с Америкой. Америка еще с кем-нибудь. То есть прекрасно все. Да, мы видим, что действительно есть возможности. Есть страна растет. Душамбе становится красивее. Много новых зданий строится. Мы видим, что появляются возможности перспективные по трудоустройству молодежи. То есть она есть. Если молодежь образована, если она есть, то есть возможность заработать. Бизнесменам дает возможность заработать. Да, есть, конечно, какие-то нюансы. Есть какие-то недоработки, которые есть в любой стране. Которые требуют времени. Которые требуют того, чтобы они действительно были выявлены. Чтобы они дошли до кого нужно. И потом были приняты определенные меры по их устранению. Ну, я как бы ушел от разговора музыки к разговору о политике и государственности. Но это я к чему сказал? К тому, что мы, группа Парэм, полностью довольны той жизнью, которая сейчас происходит у нас в стране. Вот. Ну, в тех рамках, о которых я уже сказал. И хотелось бы пожелать нам дальнейшего процветания. Хотелось бы пожелать нам немножко терпения. Потому что, да, трудности они всегда будут сопровождать нас. Как бы ни было хорошо, всегда будет что-то плохо. Иначе мы не поймем, что есть хорошего в жизни. Вот. Пожелать терпения. Пожелать, чтобы не забывали действительно, каким трудом и чем досталось то, что сейчас мы имеем. Счастья всем, любви, радости. Побольше музыки хорошей. Ну что ж, вот такое философское заключение взял Олим Сюрином. Цените то, что у вас есть, дорогие радиослушатели. И я хочу, в свою очередь, пожелать группе Парэм дальнейших творческих успехов. Побольше живых концертов. И благодарного зрителя, слушателя. Спасибо вам, что нашли время, пришли к нам сегодня. Мы вас очень ждали. И я очень боялась, что вы не придете. Да нет, это все. Вот. Но спасибо большое вам. И радиослушатели скажут, что у нас были Алишер Зариков, Алишер Сайфулоев, Собир Аминов и Олим Ширинов. Группа Парэм. Спасибо. Еще одну песню в заключение. Попросим нашего звукорежиссера. Все. Все. Ой, спасибо вам большое. Что мы с тобой песни стали? Мы с тобой не дали новые песни, а? Тормоз. Почему мы новые так сдали песни?